Всем привет, с вами Диванная Формула, это 5 быстрых выводов в Гран-при Италии. Монца Феррари, ну вы понимаете, да, это Италия. Тут не только у Феррари так, тут у всех всегда так, это вот это мама... Я неправильно делал, надо всей рукой, красиво, вот так вот прямо рассчитано, должно быть до миллиметра каждое движение. Ну, Италия, друзья, в очередной раз у нас тут все весело, да, может быть, сама по себе гонка была, ну, не настолько насыщенной на шоу, да, мы же делим типа на шоу составляющую, на гоночную составляющую, но это Монца, здесь, собственно говоря, мы молимся скорости, поэтому здесь в основном, конечно, все стараются как можно быстрее ехать, ну и потом, если вдруг получается у кого-то погоняться, ну, что-то они там пытаются из себя выжить. В целом, конечно, может быть, и борьбы было не так много, может быть, именно вот этого шоу составляющего не так много, но в целом хорошая, неплохая, скоростная Монца, к тому же в конце была настоящая феерия от Феррари, уже заговариваться, стал сразу же, не успел начать записывать, уже заговариваться, потому что вот это вот слишком много эф у вас тут, понимаете, нет, на самом деле все классно, все по-итальянски, сначала все пошло наперекосяк, потом где-то пошло еще больше наперекосяк, но в итоге получилась хорошая, добрая такая средненькая гонка с точки зрения зрелищности, вполне интересная на некоторые моменты, но не прям без каких-то вау-эффектов, конечно, хотя, если то, что творилось в конце у Феррари назвать вау-эффектами, то, скорее всего, это были они, в общем, слушайте, хорошая, твердая, наверное, четверка за эту гонку. Сайнс Топ. Бесконечно рад за Карлса Сайнса, он действительно сделал максимум, что мог. Вообще, Феррари, мне кажется, они должны были, они, скорее всего, так и сделали, но мало того, что у них просто вот целиком просто двигатели новые, я думаю, что там должны были так картографию настроить, чтобы, собственно говоря, этого двигателя хватило на одну-единственную гонку, и потом выбросить просто на помойку, и дальше молиться, чтобы ничего не отрыгнуло, и конец сезона доехать без штрафов, но в целом, мне кажется, что примерно так они и поступили, потому что это все, что могла сделать современная Скудрия Феррари, собственно говоря, с Рэдбулом, и Карлос, в общем-то, сопротивлялся как мог, все-таки Макс его потом дожал, но потом Карлос ехал очень четко, не ошибался, все, может быть, ждали какого-то гравия от него, но нет, все получилось здорово, ну и, конечно, он в очередной раз доказал, что он не хочет мириться с тем, что кто-то считает, что Леклер быстрее, круче и номер один, Карлос, собственно говоря, отстоял все свои возможные позиции, которые мог отстоять, финишировал на подиуме, короче, я безумно рад за Карлоса Сайнца, и я также считаю, что он действительно гонщик дня. Да и Боттос смог, наконец-то, Вальтери Боттос, поздравляем тебя, не только прекрасные фоточки в Инстаграм, не только прекрасное поведение и раскручивание себя как некую медиазвезду, привлечение внимания, но и, наконец-то, результативный хороший финиш. Да, пусть и всего лишь одно очко, но это Альфа Ромео, это Боттос, и все-таки он смог. На самом деле, нам так мало показывали вот эту вторую половину, как будто бы не было никого там, очень странно в этот раз, нам только лидеров показывали, какую-то борьбу там в первой пятерке, иногда там где-то за восьмой, девятой, но остальных как будто и не было. В общем, среди остальных выделяем Вальтери Боттоса, поздравляем его, эти очки Вальтери уж точно нужны, потому что надо доказывать, что ты не только все-таки бесконечно весельчак теперь, но все-таки еще помнишь, что такое гоняться. Хотя это же Вальтери. Алекс Звезда. Я не помню, как там было в этом, в Мадагаскаре, в мультике, помните, он там так, что же Алекс был? Вот такой же у нас есть, только зовут его Алекс Албан, и он просто шикарен. И да, Вильямс машина для скоростей, но эту скорость они здесь, в Монце, смогли пронести сквозь всю гонку, и Алекс финишировал в хороших очках, да, потерял несколько позиций под конец. Ну, что ж тут поделать, это те самые проблемы, с которыми Вильямс мог столкнуться и столкнулся пускай вот в таком маленьком окошечке, да, то есть вот все-таки довезли, и Алекс в очередной раз доказывает, что он просто невероятно крутой, и я очень рад, что он есть в пилотоне Формулы-1, и меня очень радует, что сейчас именно он тот, кто, собственно говоря, ведет Вильямс вперед, команда, которая заслуживает, собственно говоря, наверное, больше наград, команда, которая имеет большое количество поклонников, которые сейчас, я думаю, рады, со слезой вспоминают какие-то старые былые заслуги, и то, что там такой крутой пилот сейчас есть, это очень здорово, так что, Алекса поздравляем, он молодец. Макс, 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 Супер Макс, слушайте, я обычно как-то в последнее время даже пропускаю, слишком мало говорю про Ферстаппина, потому что, ну что тут уже добавить, типа, вот в очередной раз. Да, в этот раз не с легкостью, но тем не менее выиграл, не очень далеко отъехал, но опять-таки выиграл, но сегодня нельзя о нем не сказать, это действительно десятая победа подряд, а столько в Формуле-1 в зачетных гонках никто никогда не выигрывал. Этот первый пилот, который достиг такой вот вершины, и хочется отметить, что как бы это кому-то нравилось, не нравилось, это может действительно, Макс может задолбать намного быстрее, чем Льюис в период своего доминирования, и уже, наверное, много кого задолбал, но тем не менее мы не можем это не выделить. Это достижение, это великолепное достижение, и в конце концов мы живем в такую вот эпоху, когда сошлись величайший типа пилот современности, величайший типа болит современности, вот оно сложилось, и понятно, что прогресс, это хорошо, потому что прогресс не должен стоять на месте. Если у нас появляются новые самовозы, которые фигачат так, если у нас появляются новые пилоты, которые умеют на них так ездить, то такие подобные, конечно же, эти самые результаты, как они, господи, как это называется, та слово, забыл, вырежете, рекорды, рекорды подобные неизбежны, так что, друзья, это нельзя не отметить. Макс Ферстаппен невероятно крутой, и никто его сейчас побить не может. Вот все, друзья, это были пять быстрых выводов в Гран-при Италии, уже завтра это мнение может измениться, на то это и быстрые выводы. Может это мнение поменяться к, собственно говоря, обзору по итогам Гран-при, может поменяться оно и к традиционному подкасту, также по итогам Гран-при, который мы выпускаем, стараемся выпускать после каждой гонки. Друзья, спасибо, что подписаны на диванную формулу, увидимся и услышимся именно здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!